Ну что, друзья, всем здарова, Пандос на связи, снова выхожу к вам с контентом, видосы каждый день продолжаются благодаря вашим лайкам. Ваша активность меня безумно радует, поэтому давайте снова наберем 15 тысяч лайков, и завтрашний видос не заставит себя долго ждать. Как вы знаете, мы уже определились, какие паки в данной части FIFA являются самыми читерскими. Это паки, спасибо, Пандос. Они, в принципе, и в прошлой части тащили, но в 21-й прям достигли какого-то пика. У меня реально весь практически состав состоит из паков, спасибо, Пандос. Досмотрите до конца и увидите, какой нереальный дроп упал мне вчера на стриме. Да, к слову, я начал снова стримить. Я два дня подряд стримил. Я не знаю, у меня какая-то сейчас гиперактивность, как на Ютубе, так и на Твиче, поэтому если не хотите пропустить трансляции, ссылочка на Твич будет в описании. В общем-то, я два дня подряд сливал FIFA поинты, каждый день по 12 тысяч, и, собственно, предлагаю ознакомиться с тем, что же мне падало за это время. Дроп там очень интересный. Ну и перед тем, как мы стартанем, естественно, напомню на своих спонсорах. Компания Onyx. Самая лучшая компания. Там вы всегда найдете массу спортивных дисциплин, моментальные выплаты и, конечно же, высокие коэффициенты. Куда же без них? А где же все это прелесть найти, вы сами знаете, в комментарии закрепленном или же перейдите по моему QR-коду. Как вы можете видеть по моей веб-камере, я камеру так и не починил свою основную, почему-то она не работает у меня. Видимо, что-то надо предпринять. А я сижу дома, мне лень вставать, поэтому посмотрите пока что через вебку. В принципе, качество не такое уж отсосное, как вы считаете, в принципе. Как бы, ну, не смотрится прям убого. Возможно, кому-то даже вебка больше нравится. Теперь вы видите весь мой бардак, который творится у меня в комнате. Ладно, в общем-то, давайте перейдем к обзору моего первого стрима, который прошел у меня позавчера. В общем-то, я сдонатил 12 тысяч фапоинтов, мне нихера не выпало. Все, это краткий обзор. Но вы не забывайте, что с каждого пак оппинга мы имеем кэшбэк, который мы можем забрать в паке «Спасибо, Пандос». Чем, собственно, я и занялся. Я закинул весь тот шлак, который мне выпал за 12 тысяч фапоинтов, и кто бы мог удивиться. В паках «Спасибо, Пандос», мне снова повезло. Уж он сейчас джебош начнет. О, уолкаут, фигаси. Нас порадовали уолкаутом, и кто же здесь? Бельгия, вратарь, ееее, хорош. Слушайте, он мне прям в основу залетает. 89 рейсинг, нормально. Нормально, приятно. О, еще один волкаут, ребята, нас радуют волкаутами. Что здесь? Что здесь? Германия, сопник. Да ну нахер, это кимих. Вау, паки «Спасибо, Пандос», ребята. Все еще тащат. Я думал, мне сегодня ничего сыпать не будет. А тут, смотрите, два волкаута с неплохими рейтингами. 89-88. Не сказать, что дроп был прям вау, но все равно приятненько было поймать себе игрока в основу в очередной раз. И дальше, собственно, на следующий день я снова запускаю стрим. Снова доначу 12 тысяч фапоинтов. И, собственно, сейчас на экране вы можете лицезреть мой самый лучший дроп. В принципе, я даже нарезку никакую сделать не буду. За 12 тысяч фапоинтов самым крутым игроком это был Бензема. Это был Санчо. О, волкаут, ребята, волкаут. Ну-ка, волкаут, смотрим. Франция! Волкаут! СФД! Да пошел ты, нахрен! Ну, когда ты видишь Францию, ну какой? Нахрен, Бензема, ну ты че? Ну, Бапинского бы сейчас дать. Ну, естественно, весь тот кэшбэк, который у нас накопился с этих 12 тысяч фапоинтов, мы опять же закинули в пакет «Спасибо, Пандос». И там происходило что-то прям вот из разряда невероятного. В общем-то, смотрите сами. Ну и также, ребята, не забывайте про промокод «Пандос». Он даст вам бонус на старте. Пак за 50 тысяч у нас самый первый, поэтому главное на него не нажать. Опа, Франция, сразу же Франция. Форвард! Ё-моё, Марсиал, я его как раз-таки хотел купить! Охуеть! Я его как раз хотел купить! Еее, не зря я сидел, собирал. Хорош, блядь! Первый же пак «Спасибо, Пандос», ребят. 200 тысяч, ё-моё. Волкаут во втором паке! Воу, ребята, что происходит? Что происходит? Это, блядь, срань полная. Ну, всё равно это лучший голкипер в этой игре. Два пака подряд, что происходит? 91 рейтинг. С ума сойти, какой пиздец происходит на нашей улице. Вы только взгляните. Два пака подряд, спасибо, Пандос. Что, блядь, происходит? Вы это видите? Я это вижу. Надеюсь, вы тоже это видите. Но паки, спасибо, Пандос. Взяли просто... И тут щиточки Франция. Вы что, прикалываетесь? В каждом паке или щиточки, или волкауты. Next пак. Бразилия! Вратарь! О май гад! Это волкаут был! Ещё один волкаут! What the fuck? Что, блядь, происходит? Вы взгляните на эти паки. А это, к слову, пак за 50 тысяч монет. Вы только взгляните. Какое это дерьмо. Да, я снова поймал игрока в основу. Я до начала стрима заходил в свой состав и говорил то, что я хочу Марсиаля, который на тот момент стоил 200 тысяч, а бюджет клуба у меня как-то не располагал к нему. И я такой, на, словил Марсиаля в первом же паке. Это как вообще такое возможно? Ну, естественно, ребята, мы одной нарезкой ограничиваться не будем. Я собрал ещё 12 паков спасибо Пандос. Они просто бесконечно у меня получаются за счёт того, что я постоянно открываю пакетики. И в конце я вам покажу свой финальный состав, который я собрал на данный момент. Пацаны, ну вы понимаете. Второй пак, спасибо, поднос. И мне сразу же падает топчик. Это Бергвейн. Так, щиточки. Англия. Цапник. И это Дели Али. Ребята, ну вы чувствуете, да? Бергвин, Дели Али. Они прям намекают на то, чтобы я собирал Тоттенхэн. Так, щиточки. Португалия. Криштиану Рунальду. В общем-то, ребята, так или иначе, сейчас вы на экранах можете видеть, как выглядит мой состав, собранный из паков спасибо Пандос. Да, возможно, не все идут в мой основной состав, но так или иначе, многие из них потребуются для сборок кумиров в будущем. Эти игроки будут дорожать, поэтому это отличное вложение на старте, как я считаю. Ну и сейчас я, собственно, готов вам продемонстрировать свой основной состав. Куртуа, который, собственно, и упал мне в паке спасибо Пандос. Слева у меня стоит Эдер Милитауа, который мне не падал в паке спасибо Пандос. Справа мое новое приобретение, это Верджил Ван Дайк, которого я купил за 538 тысяч. Да, я понимаю, что в этой FIFA защита вообще не имеет никакого значения, вы сами видели, что происходит в моих матчах. Но так или иначе, ты себя чувствуешь немного увереннее, когда у тебя стоят топовые центральные защитники. Справа у меня стоит Уолкер, слева всеми знакомый Минди. Ну, а остальных, ребята, вы и так знаете. Справа Салак, слева Азар, Канте, которого я также вчера приобрел. Вместо Бакайко у меня, по идее, должен стоять Виналдум, как вы понимаете, по сыгранности. Но есть одна маленькая проблема. Виналдума нет на рынке. Ну, давай, сейчас. Блядь. Ну, сейчас, может? Блядь. Ну, ну. Ну, что, друзья, утро следующего дня, у меня в руках кофеек и первые награды за Division Rivals. Возьмем, конечно же, не для продажи. Так, дерьмо, говно, понятно. Англия, форвард. И это же Уоткинс, ребята. А вот это вот не самый плохой дроп. Как я уже и говорил ранее, у него статуи очень похожи на Габриэля Акбанлахора. Может, даже на тест этого парня возьму. Хотя, казалось бы, почему здесь Украина? Так, редкий игрок есть. Уолкаут есть, ребята, уолкаут есть. Уолкаут есть, пожалуйста. Что-нибудь классное. Германия. Цапник. Бля, не соврать вам. Томас Мюллер мне уже раз седьмой или восьмой падает. Как ты меня заебал. Прости за откровенность. Это самый частый уолкаут в данной части FIFA. Ну, блядь, сколько можно? У того же, блядь, Верна рейтинг поменьше и он не является уолкаутом. Ну и последний меганабор. Опять уолкаут. Ребята, два уолкаута подряд. Пожалуйста, только не... О! Это Торштегин. Это Торштегин рейтинг-то 90. Конечно, это мог быть Мбаппе рейтингов 90. Но так или иначе, огромный рейтинг очередной мой клуб. Ну, вот такие вот награды за Division Rivals. В принципе, можно сказать, пойдет. Конечно, не вау, но могло быть и хуже, как я считаю. В общем-то, ребята, какую мысль еще раз хотелось бы вам донести. Паки, спасибо, Пандос, самые охуительные паки FIFA 21. Вы свой крутой дроп из этих паков можете скинуть мне в телеграм-канал. Я там частенько зависаю со своими подписчиками, читаю ваши сообщения, вижу, какие паки вам падают. Вот, я прямо сейчас зашел, вижу, чувак скидывает скрин, где поймал варана. Отличный дроп. Кто-то вот пакбайк Казимира в одном паке ловит. Ну, тут вообще без комментариев, как понимаете. Так что вот, ребята, вступайте в мой телеграм-канал. Чатик у нас будет в закрепленном сообщении сверху. Спасибо всем огромное за просмотр. Поставьте лайк, если хотите, чтобы завтра видосик вышел. 15 тысяч лайков опять же меня смотивирует. Оставьте классный комментарий. Всех люблю, целую обнимаю. Актив меня нереально радует. Фивка классная. Поэтому я такой радостный и воодушевленный для вас вещаю каждый день. Все, всем спасибо за внимание и, собственно, всем хорошего настроения. Блядь, опять видос на 10 минут растягивать. Ну ладно, давайте покажу вам что-нибудь интересное. Соберу вам состав из самых сильных футболистов FIFA 21. Ну что, друзья, самый сильный галкипер FIFA 21. Это какой-то Эрл Эдвард Джуниор. У него сила 85. Вратарь-качок, это, конечно, проблема в команде. Пара центральных защитников. Вукович и Куатас. И у того и другого сила 95. Но с такой поясухой я что-то вообще слабо представляю, как они вообще по полю передвигаются. Самый сильный правый защитник в данной FIFA это Мендес. Тоже уругвайц. Видимо, у них одна качалка на двоих. Слева, я думаю, вы сами догадываетесь, кто самый сильный. Это Калашинец. Вот с такой вот улыбкой. Два самых сильных полузащитника в данной части FIFA. Это некий Галвес и Кандогби. Если про Кандогби вы и так все знали. Сила 94. То вот этот парень, о котором я вообще никогда не слышал. Кто ты вообще такой? Бебе, который уже какую FIFA подряд является самым сильным крайним полузащитником. 91. А вот справа вариант, конечно, меня удивил. Я хз кто это такой. И я не понимаю, почему у Халка сила меньше, чем у тебя. Ага. Вот кто ты такой. Ага. Вот это вот сила 90. Просто ага. Ага, ага. Понимаю, да, да. Ну, форвард, я думаю, что вам и так очевиден. Это Игорь Акинфеев. Ну и Дик, естественно. Кто же мог быть в паре с Акинфеновой? Это, конечно же, чувак с такой шикарной фамилией. Ну, как говорится, сила есть. А вот скилл мув всего лишь одна звездочка. Лого. Давай. Вот. Продолжение следует...